СПОНСОРЫ ПРОГРАММЫ И с дождями не спеши. Дальше нам лето, солнышко и света. Зачем люди осенью ходят в лес? За грибами. Есть, чтобы. Хорошо. Какие ты грибы будешь собирать в корзинку? Я соберу лисички, красноголовики. Ну, еще есть некоторые такие белые. Их тоже можно собирать, но есть некоторые другие белые, которые ядовитые. Поганки. Лисичек там, наверное, каких-нибудь сырешек. Я ходил в лес с папой. Потом у деда лопнул колесо. Потом мы его надули и снова поехали. Потом мы устраивали пикник на бампере. Вот так ползли, леду на бампере. Поглевала. А еще потом мы пошли в лес и собивали грибочки. Папа улазная. И еще и волнушки. И потом мы еще собивали ягодки. Вчера мы ходили в лес, искали грибы. С папой и с мамой. И что нашли? Ничего, только мухоморы и поганки. Ходил ли ты в лес осенью? Ходил. Только два гриба нашел. А как назывались? Мух. Не знаю. Грибы растут. Полин, где грибы растут? Сельсу. Каких грибов насобирали? Бабережник. Селорежка. Два гриба нашли. А потом нашли побережник. Какие ягоды растут в лесу? Костяника, брусника и черника. Костяника это такая ягода, чтобы косточки, чтобы когда ты ее ешь, укреплялись твои косточки внутри. Костяника, клубника, дикая малина, клюква, ну, в лесу на оболочи. У тебя дача есть у папушки с дедушкой? Есть. Что выращивают там на даче? Капусту, помидоры, морковку. Что делают с огурцами и с помидорами на зиму? Ну, могут бы делать салат, засушивают их. Огурцы засушивают? Да. Да ты что? А помидоры? Тоже. Научи. Я тоже хочу засушить огурцы и помидоры. Иголкой проткнуть, выбрать ту веревку, их повесить надолго. И они могут стать сухими. Зимой можно потом из них делать всякие разные там предыдущие приготовления. Например, сушеный салат. Какие овощи на даче выращивают? Вот тыквы всякие там. Тыквы. Баклажаны. На даче растут много грибов и вот овощи на заднем дворе. Молковки, капусты, лук, кабачки, огурцы, картошка. Их надо есть, потому что они парижные картошки. Там помидоров нету. Чего нету? Только одна картошка. Молковку, помидоры, перцы, свекло. Что больше всего любишь из овощей? Молковку. Как ее ешь? Как зайчик. Детский центр «Эрудит». Широкий спектр услуг для вас и ваших детей. Подготовка к школе. Развивающие занятия с трех месяцев. Бальные танцы. Шахматы. Мини-сад. Дни рождения. Спектакли. Лего-конструирование. Мы находимся в вашем районе. Мы все такие разные, но всех нас объединяет одно слово. Сальвадор. Сальвадор – это комфортное место для каждой вещи в вашем доме. Сальвадор – это мебель для деловых встреч и переговоров. Сальвадор – это уютная и безопасная обстановка для мамы и ребенка. Сальвадор – это мебель для каждого из нас. Создай стиль своего дома. Миновало лето, осень наступила. На полях и в рощах пусто и уныли. Птички улетели в столетни, короче. Солнечко не видно, темные-темные ночи. Зачем птицы улетают на юг осенью? На юг. Потому что им становится холодно и нечего поесть. Им тут холодно, когда у нас становится зимой. Зима, им нечего тут больше есть. Червячков закопают, жучки убегают в свои норки. Мышки тоже куда-то прячутся. И все, им негде попитаться там. Деревы шаучеют, листики падают. Медведи ложатся в седьмой осенью спать. Птицы улетают на юг. Где живет ветер? Откуда он берется? Из дерева. Я так думаю, что на облаках. Ветер, где он живет? Когда было холодно, я узнал по компьютеру, что он из дерева идет. Потому что так очень сильный. Но дерево идет из них. Они махают, махают. Там ветер идет. Они махают, махают. А потом сильно, и ветер идет очень сильный. Что такое бабе лето? Это когда... Девушки отдыхают. А мальчики? Работают. Это... Я никогда такого вопроса не слышал. Когда? Когда кажется осенью, что лето возвращается обратно. Ты знаешь, что такое бабье лето? Это когда ты собралась в грибе. Когда вырастешь, кем хочешь быть? Ну, я когда вырасту, хочу быть сценаристом. Кем? С сценаристом. С сценаристом? Или сценистом? С сценистом. А это что надо делать? Ну, это когда там у тебя всякие репетиции. Ты выходишь на сцену, и там либо поешь, либо танцуешь там с кем-нибудь. Ага. А ты что хочешь делать? Петь или танцевать? Петь. Ага. А ты что-нибудь споешь сегодня? Ну. Ну, давай. А я иду такая вся в дочи Габана. А я иду такая вся в дочи Габана. Им больше вот такая вот песня мне нравится. С вами были я, Влада, Наталья, Алексей и ТРК Северодвинск. Смотрите нас. И первые узнаете.